Заметки Электрика Вот изначальный план помещений туалета и ванной комнаты Самый первый и самый важный этап перед монтажом это составление плана электропроводки Но для этого нужно максимально продумать что и где у вас будет установлено Чтобы вам лучше представить о чем пойдет речь Я пронумеровал все стены ванной комнаты и отобразил нумерацию на картинке Вот эта стена перед нами сейчас номер 1 На всю ширину стены установлена угловая ванна с душем, с тропическим душем На стене номер 2 рядом с ванной установлен умывальник с настенным зеркалом А далее установлен унитаз На стене номер 3 находится дверной проем И на ней установлен полотенце-сушитель Электрический полотенце-сушитель И терморегулятор для теплого пола И стена номер 4 Она полностью свободная На ней будет лишь установлен вытяжной вентилятор Вон там в углу вы видите Стерянной машинки в ванной комнате не будет Она будет установлена на кухне Вся указанная компоновка мебели в ванной комнате Была известна заранее И по ней был составлен уже непосредственно план электропроводки для монтажа В первую очередь определимся с количеством светильников в санузле Согласно с НИП 230595 про естественное и искусственное освещение Освещенность в ванной комнате должна находиться в пределах от 50 до 150 люкс Площадь помещения данной комнаты, данного санузла Составляет примерно около 4 квадратных метров Требуемая освещенность легко достигается путем симметричной установки 4 светильников на потолке Рассчитать мощность ламп и их освещенность в принципе не составит Каждая лампа будет освещать практически свой квадратный метр площади Тип светильников еще не выбран Но обязательно нужно учесть степень защиты их корпуса То есть код ИП Почему? Напомню, что в своей статье про установку розеток в ванной комнате Я подробно рассказывал про зоны, на которые разделяются ванные и душевые помещения Здесь я приведу лишь некоторые выдержки для конкретно моего примера Наша ванна подразделяется, подходит под категорию как ванна с душем Таким образом, два светильника у меня попадают в зону 1 А там вообще запрещено их устанавливать Но спасает лишь одно Что высота потолка в ванной комнате составляет То есть после натяжки потолка будет составлять 2,5 метра А требования ГОСТа R5571-1196 ограничены высотой 2,25 метра А это значит, что светильники будут относиться уже к третьей зоне А значит степень защиты их корпуса может быть ИП, ИКС-1 Здесь вроде разобрались Но как быть с двумя точечными светильниками, которые будут установлены прямо на настенном зеркале То есть все светильники будут подключаться шлейфом, но это я дальше чуть позже скажу И вот один из шлейфов уходит под плитку и выходит для питания двух светильников, которые установлены на настенном зеркале Вот эти два светильника на зеркале попадают в зону 2, в которой допускаются устанавливать светильники только второго класса защиты от поражения электрическим током Кстати, они же должны иметь степень защиты корпуса ИП-Х4 За зеркалом установлена распределительная коробка Это питающий кабель В ней я сделаю расключение на два светильника, которые в дальнейшем здесь установлю В эту же коробку уже выведены провода от нашего шнура-выключателя Вот эти самые светильники, которые будут устанавливаться на зеркале Включение светильников на зеркале будет осуществляться именно с помощью шнура-выключателя, встроенного в корпус зеркала Ну а что делать? Придется оставить уже приобретенные такие светильники Канал вентиляционной шахты проходит в противоположной стене от ванны На расстоянии 1,5 метра от края ванны и 0,75 метров от края умывальника Поэтому он попадает в зону 3 В связи с этим степень защиты корпуса вентилятора должна быть не ниже ИП-Х1 А еще лучше ИП-Х4 Проходное отверстие в шахту выполнено диаметром 100 мм В это отверстие будет устанавливаться вытяжной вентилятор Для которого нужно будет предусмотреть отдельную линию питания Я выбрал осевой вытяжной вентилятор R4SET с таймером Кстати, о нем у меня имеется отдельное подробное видео про устройство и принцип его работы, схемы подключения и прочее Данный вентилятор имеет степень защиты корпуса ИП-24 Что вполне нам подходит по нашим условиям Управление освещения в ванной комнате будет осуществляться с двухклавишным выключателем Который установлен снаружи ванны со стороны дверной ручки Это регламентируется тем, что нет смысла ставить выключатель внутри ванны Ведь мы никогда не отключаем свет, находясь в самой ванной В отличие от комнат или кухни То есть мы заходим в ванну, включили свет, зашли, умылись, сходили в туалет Когда мы здесь находимся, нам нет необходимости отключать свет в ванной комнате Поэтому выключатель для ванной комнаты всегда должен устанавливаться снаружи Высота его установки находится на уровне 90 сантиметров от чистового пола Расстояние от центра выключателя до дверного проема составляет 15 сантиметров Обычно я устанавливаю именно такое расстояние Если взять меньше, например, 10 сантиметров от дверного проема То выключатель будет смотреться близко к обналичке То есть будет прижат, это не совсем красиво Также если установить его, взять расстояние 20 сантиметров Установить его немножко левее То он будет смотреться далеко от дверного проема И как бы не дружить с ним Поэтому самое оптимальное это высота 90 сантиметров Расстояние от дверного проема 15 сантиметров Кстати, здесь пока установлен не двухклавишный выключатель Пока я экспериментально установил выключатель, сенсорный выключатель Livola Правда, с одним сенсором Теперь его немножко здесь потестировал Он себя показал с хорошей стороны То есть нареканий пока к нему нет Поэтому, скорее всего, в дальнейшем этот выключатель я сниму А на его место установлю уже подобный же выключатель Только с двумя сенсорами То есть аналог двухклавишного выключателя Про сам выключатель Livola у меня также есть отдельное видео Так что переходите, смотрите, задавайте вопросы В общем, одной клавишей выключателя будет включаться освещение ванной комнаты А другой вентилятор с таймером Если необходимо будет включить светильники у зеркала То это делается с помощью встроенного шнур-выключателя Который я вам уже показывал чуть ранее Проводку я решил делать с минимумом распределительных коробок Поэтому линия освещения, то есть питающая линия освещения для ванной комнаты С квартирного щита То есть видите, нет распределительных коробок Линия питания освещения С квартирного щита Вон квартирный щит Приходит непосредственно в подрозетник Данного выключателя Линия выполнена треужильным кабелем ВВГ-НГ Сечением полтора квадратных миллиметра Я вставлю сейчас отрывок видео С этапа монтажных работ Вот Здесь будет установлен выключатель На внешней стене Стена еще не зашита Здесь будет установлен выключатель двухклавишный Первый кабель приходит Это питание с квартирного щитка Три на полтора А это два отходящих кабеля Первый кабель это освещение ванной комнаты Вот этот кабель освещения ванной комнаты А второй кабель это питание вентиля Сейчас стену зашьют Здесь я сделаю Сделал отверстие С помощью коронки на 68 Типа такого Далее эти все кабели сюда пропустят А с данного выключателя Выходит уже две линии На освещение и вентиляцию Вот одна линия идет на Вытяжной вентилятор А вторая линия идет на Первый сетильник Вот здесь сейчас подключено Временка С первого светильника сделана Перемычка на второй светильник Со второго светильника на третий С третий на четвертый Также с третьего светильника Взята отпайка На питание На питание Светильников у зеркала Для прокладки линии освещения и вентиляции В помещении ванной комнаты Я применил кабель ВВГ-НГ Плоский Три на полтора Потолок в ванной комнате Будет натяжным Вот уже Начали устанавливать Багет Поэтому прокладка кабеля Осуществляется В гофре Диаметром 16 мм Гофра крепится к потолку С помощью пластиковых клипс Соответствующего диаметра Почему именно в гофре? Потому что В своде правил сказано Что проводка за подвесным Или натяжным потолком Является скрытой Если нет сгораемых оснований То можно применять Либо кабель ВВГ В пластиковой гофре Либо кабель ВВГ-НГ ЛС Но уже без гофры Все эти линии Что питающая линия От щита до выключателя Что отходящие две линии От выключателя До светильника И до вентилятора Защищены автоматическим выключателем С номинальным током 10 А И устройством И групповым УЗО То есть устройством Защитного отключения Стоком утечки Не более 30 мА По освещению в принципе и все Добавить здесь нечего После установки натяжного потолка Установлю потолочные Встраиваемые светильники Но об этом скорее всего Сниму уже отдельное видео В ванной уже натянули натяжной потолок Вот я вам хотел показать Как это выглядит Красиво, аккуратно Как я уже говорил Стиральная машина В ванной комнате устанавливаться не будет Поэтому для нее розеток и не требуется Изначально в доме отсутствовал полотенцесушитель А без них как-то не очень Особенно в осеннее время года Поэтому решили установить Бытовой электрический полотенцесушитель Выбрали самый простенький радиатор Размером, по-моему, 500 на 400 Мощностью 300 Вт Он, кстати, идет со своим терморегулятором И вот это питающая У него вилка Тут выставляется температура, шкала Кнопка включения, плюс-минус и шкала мощности Полотенцесушитель Установлен на стене Около входной двери Соответственно Сюда и было решено Установить двойную розетку Напомню, что Розетки в ванных комнатах Устанавливать разрешено Не верьте тем, кто говорит Что запрещено их устанавливать В ванной комнате Но Главное нужно соблюдать Ряд определенных правил и требований Розетки и прочее оборудование Должно располагаться в третьей зоне Третья зона считается на расстоянии 600 мм от ванны или душевой кабины Как видите, установленная розетка Находится на расстоянии Больше чем 600 мм От края ванны Но вот с полотенцесушителем Немного не получилось Эти края полотенцесушителя Находятся на расстоянии Примерно 450 мм от края ванны То есть Немножко не получилось Соблюсти данное требование Так как пришлось бы его сместить В сторону дверного проема Данное отклонение Считаю вполне допустимым Так как степень защиты Полотенцесушителя Имеет класс IP54 Решено было в ванной комнате Установить всего лишь Один подрозетник для двойной розетки Для включения в нее Полотенцесушителя И прочих нужд в ванной комнате Например фен, бритва и тому подобное По установке подрозетника Здесь аналогично 15 см от дверного проема Как по аналогии с выключателем Про который я говорил Класс защиты розетки Должен быть не ниже IP44 Это нужно уточнить На этой же оси От дверного проема Только на высоте 30 см от пола Установлен подрозетник То есть это вот 15 см от дверного проема Установлен подрозетник Для терморегулятора теплого пола Терморегулятор Будет управлять температурой теплого пола О том как его подключить Я расскажу вам В отдельном видео подробно Как подключить питание теплого пола Как подключить питание со щита И как подключить датчик температуры Так что подписывайтесь на канал Заметки Электрика Чтобы не пропустить самое интересное Питание для розетки Будет приходить Отдельным кабелем ВВГНГ 3.2.5 В гофре В подрозетник В подрозетник Сюда вот в подрозетник Прямо с квартирного щита Вот у нас приходит питающий кабель 3 на 2.5 И от этой же розетки Шлейфом Будет запитан Наш терморегулятор То есть вот вторая нитка Второй кабель Вот он уходит вниз Сделана перемычка На питание терморегулятора Сечение перемычки Аналогичное 3 на 2.5 Сейчас я тоже сюда вставлю Видео с этапа монтажных работ Вот приходит розеточная линия С квартирного щитка В розетку для полотенцесушителя Я потом с той стороны покажу Отсюда идет перемычка На Идет перемычка На коробку терморегулятора И отсюда же приходит В коробку питания Самого теплого пола И датчик Для этого питающая линия Будет защищена Автоматическим выключателем С номинальным током 16 ампер И групповым УЗО С током утечки Не менее 30 мА Так, ну что Давайте подытожим В общем всего В ванную комнату С квартирного щита Будет заведено Две отдельные питающие линии Первая линия Для освещения и вентиляции Кабелем 3 на 1.5 И вторая линия Для розетки И терморегулятора Кабелем 3 на 2.5 Ну вот на этом пожалуй И все Всем спасибо за внимание Попытался я по максимуму Рассказать о том Как произвел Электромонтаж В ванной комнате Какие здесь есть нюансы Где и как удобнее Установить Электроточки Что для этого Необходимо учесть Если у вас имеются вопросы Спрашивайте в комментариях В общем Кому понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Спасибо за внимание С вами был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok